Маленький Никита едва держит в руках карандаш, а уже победитель Всероссийского конкурса детских рисунков «Однажды летом». Его работа стала 91-й, отправленной от Полевского центра развития ребенка детского сада номер 70 на Всероссийский конкурс, организованный Межрегиональным центром поддержки МИКС при поддержке Педагогического института города Иркутска. Они все творческие, они все интересные и все делают самостоятельно, ну практически все. И захотелось с ними поучаствовать. И, честно сказать, была очень удивлена, увидев то, что, получается, из моих ребят было 10 человек участвовали, и 8 из них это были первые места. На самом деле, такая гордость разыграла. И вообще считаю, что творчество много чего развивает, и индивидуальность, и какие-то способности, это и мелкая моторика, которая уже способствует развитию каких-то мужчин, действий в дальнейшем. Для Никиты и его сверстников лето – это, конечно же, яркое солнышко, зеленая травка, теплый песок и ласковое море. А еще это отдых на природе или прогулки на яхте. Именно с этим у малышей средней группы центра развития ассоциируется лето. Это лето я люблю. Я люблю лето и снег еще люблю. Инициатива участия в данном конкурсе принадлежит руководству дошкольного учреждения. О том, отправлять ли рисунки своих воспитанников на всероссийский конкурс или нет, сомнений не вызывало, рассказывает старший воспитатель центра развития Надежда Зюзева. Развитие творческих способностей у подрастающего поколения – основополагающая задача педагогического коллектива этого детского сада. В его стенах созданы все условия для занятий творчеством. Есть и за студией, где малыши занимаются рисованием. У нас довольно-таки маленькие ребятишки в детском саду. И поэтому они смогли бы поучаствовать все в этом конкурсе. В конкурсе сначала участвовали все 14 групп. Из них были выбраны самые наилучшие работы. В итоге у нас в общем конкурсе участвовала 91 работа от нашего детского сада. Результатом участия в данном конкурсе стали многочисленные победы участников из числа воспитанников детского сада. Практически каждая работа была отмечена как лучшая. Из 91 работы 40 получили призовые места. Это повод для гордости, говорят педагоги. Нам очень приятно, что наши дети участвовали в таком всероссийском, не в областном даже, а всероссийском творческом конкурсе однажды летом. И нам очень это стит и престижно, что наши дети такие умницы, такие молодцы, что они заслужили такие дипломы. И, конечно, мы уже сейчас будем знать, кому, куда смотреть, как дальше будут они развиваться, в какой области. Все эти победы были бы невозможны без поддержки и участия родителей, признаются воспитатели. Мамы и папы активно откликнулись на предложение стать участниками конкурса. Они вместе детьми трудились над созданием аппликаций, коллажей и рисунков. Дети и родители очень такие творческие, поэтому они всегда как бы отзываются. У нас многие дети ходят в кружки по рисованию, любят рисовать, и поэтому мы всегда стараемся участвовать во всех выставках, везде. Организаторы конкурса не ставили конкретных задач. Рисунки могли быть выполнены в различных техниках. Критериями для оценки была содержательность и соответствие рисунка теме конкурса. Оригинальность идеи, творческий замысел и художественный уровень работ. Они сами выбирали тему. Мы, естественно, на каждом... То есть дети приходят, мы всегда обсуждаем, какое время года, замечаем все особенности, обсуждаем. И, естественно, они уже сами... Вот, например, Полина говорит, вот радугу мы нарисуем там. Андрюша рисовал яблоню, мы обсуждали, как яблочки краснеют. Сегодня у ребят новое задание. На календаре сентябрь, а значит, творчество малышей посвящено осени, увяданию природы, в котором есть свое очарование. Никитка ассоциирует ее с листопадом, а юная Полина с яркими желто-красными листьями клена. Сегодня педагоги и их воспитанники заняты подготовкой к очередному творческому конкурсу. Воспитатели уверены, их дети талантливы и заслуживают побед. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости Полевского.